«Конек-горбунок» под музыку. Известную сказку на новый лад старооскольским школьникам представил Оркестр Русских Народных Инструментов Белгородской Государственной Филармонии. Волшебная история разыгралась на сцене Центра Культурного Развития Горняк. «Конек-горбунок» – любимая сказка для детей и взрослых. Петр Ершов говорил, что произведение народное, почти слово в слово взято из уст рассказчиков, от которых он его слышал. Оркестр Русских Народных Инструментов под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры России Евгения Олешникова, представил музыкальное обрамление сказки. Музыкальная версия сказки «Конек-горбунок» композиторов Романова, Бояшова и Триодина уже была в программе областной филармонии несколько лет назад. Теперь ее доработали, обновили и решили вернуть. Неизменной осталась цель – научить девчонок и мальчишек не просто слушать музыку, а по-настоящему ее слышать. Телевизор включить и смотреть – это просто, не требуется никаких для этого усилий. Здесь же ребенок находится в постоянном, так сказать, с нами контакте. Он услышал тему Ивана Дурака, мы говорим, какой инструмент играл, гобой, они это запомнили. Следующая часть звучит, и понятно, что в свите есть объединяющие моменты. И опять эта мелодия звучала-звучала, они уже точно знают, звучала или не звучала, какой инструмент играл. Но это определенная работа. Перенестись в мир волшебства маленьким зрителям помогли артисты ансамбля «Танцы Белгородской государственной филармонии». Необыкновенная кружева сказки, сплетенная из литературы и музыки, только на первый взгляд работа легкая. Для детей, конечно же, всегда играть волнительно и ответственно, потому что это самый, наверное, честный зритель и слушатель, и их отклик, который мы получаем, отдачу, она является, наверное, самой честной, поэтому всегда думаем, что вести и какую программу. И я надеюсь, что вот сегодняшняя сказка, сегодняшняя программа для них была интересна, познавательна, поучительна. Сказка «Ложь» – давний намек. 45 минут для ребят прошли на одном дыхании. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда играли на музыкальных инструментах. А мне понравилось, как на баллине. Мне понравилось, как играли, то есть танцевали. Как танцевали. Мне тоже понравилось, как танцевали, а мне еще понравилось, а мне это как играло. Мне понравилось, как играли на разных инструментах. В танцевале я хочу научиться также. Очередной концерт Белгородской филармонии в Старомосколе состоится 10 апреля. Оркестр русских народных инструментов представит программу «Как молодыми были» к 90-летию со дня рождения композитора Александры Пахмутовой.